Аудзу биллэхи и не шейтану рожим бисмллахи рахмани рахим Алхамду лиллэхи раббилляху ла амин и ассалату вассаляму аля мухаммадин и аля алихи и ассахбиха аджумаин амаба Сегодня у нас тема продолжение сиры, фигу сира Но мы сегодня дошли до темы, до мавлида, до рождения посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассалям Я как бы посчитал затронутую эту тему, но затрягивали до этого эту тему отдельно Именно за тот мавлид, который сегодня всем известен, тот один из видов, который придумали Это действие для всех известное, мы ее затронули Но из-за того, что у нас урок и мы наткнулись на эту тему, будет повторение К тому же, считаю, надо будет что-то добавить, может, или, как обычно, надо стараться, когда ту или иную тему затрягиваешь Которая уже многократно была затронута Какую-то новую пользу дать, или что-то, или как тему саму расширить Посмотреть с другой стороны И это есть фикх понимания ислама Поэтому, хоть мы прежде говорили о этой теме, сегодня будет, иншаллах, тоже повторение и, иншаллах, будет зияда Значит, поговорим сегодня о самом мавлиде И надо, как бы, перед тем, как начать Я считаю, из справедливого, а это обозначит, что такое мавлид Почему это будет справедливо, с той стороны То, что сегодня люди Разные какие-то вещи, или, скажем, общие какие-то доводы Берут и говорят, это мавлид Надо определиться, начать, что такое мавлид Мавлид, как таковой в языке, это рождение Рождение человека Однако И те, которые его дозволяют, они любят говорить в шариате Или, скажем правильно Сегодня стало известно То, что мавлид Это, когда в день рождения посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям Они его празднуют Разными видами Ибадата, поклонения То есть, в день рождения посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям Они его выделяют И празднуют его Празднуют как? Какими-то видами поклонения. И это и смолит. Зачем это нужно было обозначать? Чтобы определиться, или чтобы дальше разговаривать, это нужно. С той стороны, то что люди сегодня приводят хадис, где сахабы читали, например, ши'р, стихи. Или где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ассалям, делал азгары, зикр делал. Или где Всевышний Аллах говорит, чтобы мы делали зикр. Они говорят, вот же это маулит. Подожди, давай определимся вначале. Что такое маулит? Если ты считаешь, что читать стихи перед посланником Аллаха, саллиллаху ассалям, или читать аяты, или читать азгары, это маулит, то между нами нет разногласия. Значит, между нами разногласия. А это в той форме, которую вы делаете. Это первое. Второе. Если бы это было так, то есть эти зикры, этот стих, эти аяты, был бы маулит, тогда те ученые, на которые ты ссылаешься, они бы так не говорили бы. А мы о них сейчас поговорим, о тех ученых, которых они ссылались, и что они имели ввиду под маулитом. Поэтому первым шагом скажу, неправильный подход людей, которые говорят, вот же во время посланника Аллаха, саллиллаху ассалям, был же маулит. Если они так будут говорить, они будут противоречить тем фатфам, которые они взяли. А мы для них сейчас даем. Значит, как первый шаг мы поняли, что такое маулит. И здесь нужно так же сказать. То, что мы, когда ахли сунна, когда порицает подобное действие, когда ахли суфия делают такие маулиты, такие празднования, мы не порицаем, потому что вы читаете Кур'ан. Мы не порицаем, потому что вы говорите о посланнике Аллаха, саллиллаху ассалям. Однако мы порицаем, что это все действие происходит определенное время, или вы даете этому действию определенную форму, вид создаете и приписываете, что это из ислама. Вот что мы порицаем. И поэтому отсюда вытекает то, что человек не может говорить нам, они Кур'ан не любят. Или они не любят азгары. Это будет несправедливо. Это будет несправедливо. И как пример приведу, чтобы было понятнее. То, что Ибн Рупаим, рахмаху Аллах, привел в одну из книг, приводит от Ияса, Ибн Муауя, то, что он говорит. Его один человек спросил. Его один человек спросил. Вода дозволена? Он говорит, да, дозволена. А финик дозволен? Он говорит, да, дозволен. А почему, когда эта вода с фиником смешивается, получается вино, она становится харамным? Ведь и вода дозволена, и финик дозволен. Просто присоединили, почему она стала харамным. А он мудро ответил. Не стал много разговаривать. Он сказал так. Если я возьму землю, глину, пыль и ударю об тебя, ты умрешь или нет? Он говорит, нет, не умру. Он говорит, если я возьму солому и ударю тебя, ты умрешь? Он говорит, нет, не умру. Он говорит, а если я возьму воду и ударю об тебя, умрешь? Он говорит, нет, не умру. А потом он говорит, а если я эту воду, солому и глину смешаю, высушу, получится у нас камень, и ударю об тебя. Умрёшь? Он говорит, да, умру. Вот точно так же и это. Есть в шариате вещь отдельно, не харамная, но когда с чем-то ты смешиваешь, становится харамным. Другой пример проведу. Если даже человек говорит, вы запрещаете Куран читать. Скажем, да, запрещаем. Но в какой форме? В том месте, там, где человек справляет нужду, там нельзя читать Куран. В сучуде нельзя читать Куран. Поэтому, если человек скажет, нельзя читать в хамаме, в том месте, где справляют нужду Куран, и потом другой выйдет и скажет, вот плохие люди появились, запрещают Куран читать. Нет, мы не запрещали Куран читать. Мы отведённом месте, определённом месте запрещаем его читать. Точно так же. Точно так же. Танцы. И это то, что суфия любят делать, танцевать. Человек скажет, и у аляма запрещали этого. Как минимум, говорили, нежелательно максимум до тахрима, до харама. То, что шага до его не принимается. Это пришло от аляма. Тогда посмотрим на танцы. На самом деле, танец что собой представляет? Это движение тела. То движение тела, которое ты каждый день постоянно делаешь. Ты идёшь по улице, ты двигаешься. Одна, вторая нога, первая рука, вторая рука. Передвигаясь, постоянно движение находится. А теперь в танцах те же самые движения. Только может чуть быстрее. В каком-то определённом темпе. Но это человеческие, естественные движения. Почему они становятся нежелательными харамом? Потому что ты туда прибавил что больше, чем просто движение. И точно так же музыка. Те, которые сегодня любят защищать эту музыку или разрешать эту музыку, они что говорят? Если, например, птица издаёт свой звук, на самом деле какой-то музыкальный звук исходит. Ты ведь уши не закрываешь. Тогда зачем, когда музыка исходит, ты закрываешь уши? Какая разница между этой птицей, или человеком, который издал звуки музыкальные, или природой. Когда ты вышел в лес, постоянно что? Ты слышишь какой-то звук деревьев. Почему ты можешь этот звук деревьев слушать, а не можешь слушать музыку? Точно такой же подход делают они. И точно так же мы здесь говорим. Поэтому есть вещь сама как отдельная вещь. А есть вещь, когда ты с чем-то его смешиваешь. Или даёшь ей какую-то определенную форму. Не говоря ещё по следующим, что за этим будет следовать. И смысл то, что будет следовать, и сегодня это я буду затрягивать. То, что те, которые сегодня, мало ли, разрешают, с их же правил, они должны разрешить тем, которые сегодня выходят, выселяются сегодня, они должны им тоже разрешить это делать. Это к этому мы сейчас придём. Значит, у нас получилось. Когда отдельную вещь мы берём, она бывает дозволена, однако, когда с другой вещью мы смешиваем, она становится в шариате запретна. И, конечно, не всегда это. В тех определённых местах, там, где которые последствия следуют, или где-то берётся со стороны шариата, делается кияс, или ещё что-то, или приводят по плохим последствиям, смотря какой вопрос. И на эту тему, когда Ибн Салах разрешил Саляту Рогаиб, молитву, которая делается в первую джума, месяца Раджаб, или половина месяца Рамадана Шаабана, середины месяца Шаабана, известная молитва, то есть известно тоже, как есть она, упоминает у алима, тем, что она с собой интересна, то есть не так, как все молитвы. Там 12 ракатов, определённые суры повторяются, в определённом форме, да? И когда Ибн Салах это разрешил, то известно, Ибн Саляту, какое опровержение ему сделал. Хоть Ибн Саляту был из тех людей, который поставил первое правило, поделил беда на пять разделов. Ну вот он сам же, тот человек, который просто посмотрит опровержение Ибн Саляху, Ибн Саляма, увидит, что на самом деле у него не тот подход был, как многие сразу с первых слов его могут понять. И Ибн Салям, он очень жёстко опровергал Ибн Саляха, говоря то, что Саляфы этого не делали. И поэтому Саляту Рогаиб и Маулит, какая между ними разница? Сейчас мы, чтобы более лучше было, мы сейчас до неё дойдём, не шла. И отсюда получается у нас, братья, то, что тоже не будет правильно или справедливым, когда люди говорят, они не любят посланника Аллаха Саляма, и поэтому запрещают Маулит. Отсюда я тоже сейчас скажу. Если мы так будем идти, или таким методом будем шагать несправедливыми, первый вопрос, просто задам вопрос, что подразумевается по словам «люблю-не люблю». Как вы считаете, как его нужно осуществить, эту любовь, осуществить Маулитом? Мы считаем, другие методы его можно осуществлять. Те методы, которые пришёл сам посланник Аллаха Саляма. И отсюда даже скажу сейчас напротив, если вы так говорите, то тогда мы тоже можем сказать, что вы не любите посланник Аллаха Саляма, потому что вы не осуществили так, как осуществлял сам посланник Аллаха Саляма. То есть вы делаете то, что не делал посланник Аллаха Саляма, значит вы не любите. Поэтому мы любим, и мы считаем, что любовь к нему будет тогда, когда мы осуществляем сунну его, когда мы смотрим достоверные хадисы, когда мы берём достоверную сунну и по ней делаем амал, а не просто бросать эти неприятные слова друг друга. Из-за этого всего лишь пустые заявления, не любят пророка. Такой логикой можно и вам же точно так же вас тоже опровергать. И теперь, перед тем, как начать затрягивать вопрос фатфы, те, которые разрешили улема, которые разрешили делать маулит, я хотел бы сказать важное, думаю, это будет уместно, то, что когда люди говорят, сегодня люди есть или как бы громко любят заявлять, то, что студенты за границей как бы от кого-то берут знания, их не слушайте или ещё что-то. Это несправедливо на самом деле, это неприятно очень. Потому что если ты считаешь себя мусульманином, ты не можешь другого мусульмана так обвинять в пустые слова. Потому что если ты считаешь, что студенты за границей что-то, какой-то вред несут, то и так же и от вас вред тоже идёт. Если люди меняются в хорошую, плохую сторону, что в заграницах, что и дома. Это вопрос относительный. А если так будем просто наивно идти, раз ты в заграницах, значит ты плохой, то я тоже так же пойду. И скажу вам по-другому. Как вы говорите, что студенты за границей они плохие, то я скажу по-другому. А те люди, которые сидят в муфтиятах, которые подчинились неверующим, которые сказал наш ислам, то есть кафир-христианин говорит, у нас есть наш ислам. То есть этот ислам не просто традиционный, это христианский какой-то ислам. То тогда вы стоите за них и вас тоже не надо слушать. Если такими вещами мы будем бросаться друг к другу, никогда ни к чему не придём. Поэтому нельзя просто вешать ярлык человеку, то, что из-за того, что он в заграницах учится. Потому что есть в заграницах учится из тех или те категории людей, которые любят так много сами говорить. И поэтому это просто обидно и неприятно. И так же мы тоже можем это делать. И ни к чему это не придёт. Нужно справедливо подходить. Если в заграницах учился, и что дальше? Есть хорошие братья, которые за границах учатся. Есть плохие братья. Есть, которые приезжают хорошими, приезжают плохими, становятся хорошими. Есть, которые приезжают, хорошие портятся. Все есть люди. И такой и плак бросать словами. И потом простые люди, когда слушают, понимают то, что это только вот так и всё. Это просто вы, получится, будете несправедливы. А теперь перейдём, и шало, к этим фактам. Значит, этот вопрос затронут известные учёные из учёных, которые суюты. У него есть Фатава Аль-Хауи. И так же в книге Иоанн Ат-Туалибин два учёных этих Мазавы Шафии. Они упомянули на самом деле от многих учёных Фатаву дозволенности Маулида. Дозволенности Маулида. И из тех, кого они упомянули, это Абу-Шама, который был шейхом имама Науи. Он сказал, то, что этот Маулид Бидаа. Он говорит, это Бидаа. Но она хорошая. Не было до этого. Сейчас его только придумали. То есть, обратите внимание на эти Фатвы. Все эти Фатвы, все говорят в один голос, что это не было. То есть, значит, я возвращаюсь к первому Славу, который я говорил. Когда люди говорят, Пасан Николас, что он Маулид делал. Как он делал? Если тех учёных, которые ты сейчас берёшь, посмотри, что они говорят. Никто из них не говорит, что Пасан Николасов делал Маулид или четыре имама делали Маулид. Абу-Шама говорит, это Бидаа, которую сейчас придумали. Потом Сахавы говорит, это Бидаа, которую придумали после трёх первых веков. Значит, первое поколение этого не делало и не видело. Это же сам говорит Суюты, то, что это первый, Музафар Абу-Саид, это он первый правитель, придумал. Точно так же Ибн Хаджар говорит, Ибн Хаджар ясно говорит, то, что этот Маулид первое время Аслю Амалу Маулид Бидаа. Он говорит, в основе это Бидаа, говорит. Лам тунгал ан ахадин минас салифи салих. Ни от кого из салифов этого не пришло, говорит. Минан куруни саляса первых поколений, первые три поколения. Валакиннаха маа далека кады штамалят адама хасин вадыддиха. Однако, хоть они этого не делали, но те, которые делали, как бы, в нем есть хайр и плохое тоже есть. Он говорит, в этом Маулиде и хорошее, и плохое есть. Поэтому, я здесь не буду затягивать. Все уляма, которые это затягивают, они говорят, что это не было первого времени. И поэтому, будет несправедливо просто тем людям, которые говорят, это делали сахабы или еще что-то. Когда так только они скажут, надо остановить, сказать, принеси цитату, что это сахабы делали. Или, что ты понимаешь под Маулидом, а мы уже объяснили, что если Маулид, он понимает, что это просто зикр, то тогда назови этот зикр, ведь сахабы не называли, что это Маулид. И между нами нет разногласия. Однако, между нами разногласия в определенной форме, которая есть. Сегодня известно. И это те, на кого они ссылались, те, которые разрешили. И когда человек говорит, вот вижу, ученые сказали, точно так же я могу сказать. Есть другие ученые, которые запретили, как Ибн Таймия, как и Ибн Руканин, и другие ученые Малекита, Малекитского Мазаба, и как Суюту опровергал ученого Малекитского Мазаба. И другие ученые это запрещали. Если мы будем так назвать имена, кто что разрешил, а Ибн Таймия, мы за него проминули, что Уляма Мазаба Шафи за него говорят. Миззи, что сказал, Ибн Раджаб, что сказал Хамбали, что сказал Ибн Касир за Ибн Таймию. Просто почитают эти книги. Есть Раддуль Вафир, известная книга, почти что сто ученых подписались, сто ученых он практически упомянул, тех, которые его похвалили и поставили его Мучтагида Имама величайшего. И много из них ученые имамы Шафии. Большая часть шафийские ученые и хамбалицкие. Значит, если мы будем имена говорить, кто из ученых что сказал, мы можем и там, и там привести. А как простой человек слушающий, простой человек слушающий, который не разбирается на самом деле в условиях в основе шариата, я просто ему скажу одну вещь. Есть ученые, которые запретили. Есть ученые, которые разрешили. И те, которые разрешили, они сами говорят, что такого не было. Вот отсюда уже можно остановиться и закрывать, по сути, дело. Закрывать всю эту тему. Здравый человек уже здесь должен понять, что все те, которые разрешили, они в один голос говорят, что первые три века этого не делали. А что делали? Поэтому, а что делали? Отсюда будет различие между Агли Суфия сегодня и Агли Суна братьями, которые призывают. Значит, Агли Суна или то, что пришел в Ислам, мы призываем, чтобы люди делали свою молитву смиренно. Мы призываем, чтобы люди стояли на ночных молитвах. Мы призываем, чтобы люди читали Кур'ан. Мы призываем, чтобы люди обучали Кур'ану. Мы призываем, чтобы люди говорили о таухиде. А вы призываете днем и ночью, чтобы люди делали того, что три века никто не делал. Вот и в этом есть разница. Поэтому мы считаем, чтобы человек сам себя спас, он должен осуществить все, с чем пришел посланник Аллаха саллилой асаллим. А вы тогда, получается, считаете, нужно осуществлять того, то, что не пришел или с чем не пришел посланник Аллаха саллилой асаллилой асаллим. И отсюда будет просто очевидная разница между обеими этими сторонами. Теперь посмотрим, давайте, значит, мы определились, то, что те ученые, которые разрешили, они все согласны, что это не было первое время. Второй аспект, они все говорят в один голос, что это не обязательно. Повторю, никто из них не сказал, что маулит это обязательно. Чему я обращаю внимание, то, что сегодня такое ощущение, что это не просто стало обязательным, а это стало шестым столбом ислама. Если ты говоришь, не сделай маулит, это значит, оставь ислам. Ну, такое ощущение, это личное ощущение. Это, значит, второй момент. Третий момент, почему они разрешили. То есть, какой основной у них аргумент. Какой основной их аргумент. А это мы должны благодарить Всевышнего Аллаха, то, что он послал нам посланника Аллаха. То есть, благодарность. И когда некоторые сказали, сегодня, по крайней мере, то, что я слышал, некоторые люди сказали, то, что маулит, это было сделано из-за того, что люди нуждались после трех веков напоминания посланника Аллаха, и поэтому был сделан маулит. Во-первых, чтобы такую причину дать, почему сделал маулит, этот человек должен доказать, что они стали нуждаться в третьем веке. Значит, во втором веке не нуждались. Он должен доказывать это уже. Не просто говорить. В третьем веке стали нуждаться. Тогда вопрос сдастся. Если получаются какие-то периоды времени, в чем-то мы начинаем нуждаться, то тогда когда еще мы в чем-то будем нуждаться? То есть, или получается, значит, когда-то если в чем-то мы будем нуждаться, можем что-то придумать. Это вообще очень грубая ошибка со стороны усули шариатов, макасы шария, если будем смотреть. Такого не пришло в шариате, что если какой-то период в чем-то начали нуждаться, давай будем прибавлять что-то в исламе. Поэтому основной аргумент ульяма, когда упомянули, они говорят, как шукар. Благодарность мы должны сделать, из-за этого делал маулит. И последний аспект, последнее то, что здесь надо упомянуть, а это то, что они говорили, маулит это понимается, чтобы читали, читали Кур'ан, сделали напоминание о рождении посланника Аллаха саллиллаху алихи ассалям, также накормили друг друга и потом расходятся. Судью-то говорит, вот эти три вещи только должен сделать, и не больше. Честно сказать, удивительно, почему он сказал и не больше. То есть изначально эта вещь придумана, и давать такую конкретику только накормить, Кур'ан почитать и упомянуть жизни посланника Аллах саллиллаху и больше нельзя, это уже тоже слишком больше конкретики, здесь нужны доводы больше, требуемые. Почему только это и не больше, говорит он? Мин гойри зияда аля дарик. То есть нельзя добавлять больше, чем то, что я сейчас упомянул. Поэтому здесь они упоминают то, что нужно, это как благодарность. Здесь если мы скажем, что это будет благодарностью, благодарностью Всевышнему Аллаху, то тогда такой логикой я могу задать такой вопрос. Значит, получается, можно делать, как бы скажем, праздновать точно так же, как и День Рождения Посланника Аллаху, так и праздновать всех пророков День Рождения, если мы узнаем, потом точно так же всех сахабов День Рождения, если мы узнаем, потому что это тоже милость, которые тоже труд, вложили какой-то труд в исламе. И тогда точно так же мы должны делать маулит. Любой брат мусульманин, когда у него День Рождения, должен делать маулит. Почему? Потому что это тоже какая-то благодарность тому, что Всевышний Аллах не спасал, то есть отправил человека, и он мусульманин, и он какую-то труд делает в исламе. Не только посланник Аллаху должен выделять, он должен всех выделять. Да, посланник Аллаху был величайшим из людей, но и другие люди, они тоже мусульмане, тоже минимальные, шукру тоже будет. И отсюда так же после того, как мы упомянули основные аспекты тех, которые разрешили, то тогда здесь я бы хотел сейчас сказать, то что если мы делаем маулит, посланник Аллаху в день его рождения, то здесь нужно конечно конкретика. Некоторые ульяма сказали весь месяц можно маулит делать. Некоторые сказали в день его рождения. Конечно, день рождения тоже конкретно никто не знает. Там много мнений, до 10 дней доходит, когда все-таки он родился. Но все же по мнению большинства ученых Рабиа Ауаль 12 число, если мы его скажем, то тогда будет некоторые сказали в этот день, некоторые сказали этот месяц. И здесь очень удивительная картинка произошла. То, что когда они утвердили дозволенность или попытались сказать, что это можно в этот день или в этот месяц, они после этого оттолкнулись и сделали дозволенным весь год. Конечно, фатав, фатавы, которые я читал, я не натыкался на весь год, я, по крайней мере, не наткнулся. Может быть, они есть других фатав, но я не наткнулся. Но как бы там ни было, изначально вопрос стоит за рождение посланника Альсарсом и Далиль это шукр, благодарность ему, значит, должен быть только день рождения. И теперь, почему он стал целый год, скажем так, праздноваемый? Почему каждый день они делают мавли? И здесь как бы, она, эта картинка будет похожа, по моему личному мнению, будет картинка похожа на то, что когда человек хочет утвердить, что во время Даруры, когда человек находится в степени боязни, что он умрет, ему можно поесть свинину или можно выпить спиртное. И когда человек эту вещь докажет или, скажем, доказал, так, мы поняли, что в определенный момент можно выпить спиртное или можно поесть свинину. Определили? Определили. Теперь, что получится? То есть, если этот человек возьмет, скажет, теперь можно каждый день есть спиртное, пить спиртное и есть свинину, он будет справедлив? Нет, не будет справедлив. Потому что мы определили, определенный момент можно есть это и пить. А ты сейчас хочешь сделать на весь год пить и есть. Точно так же они получаются. Определили, что в один день будет этот малолет? Нет. Мне хватило. Взяли, на весь год растянули. То есть, это несправедливо. Я хочу здесь сказать, я не хочу сказать, сделайте в один день только, нет. Я хочу сказать, это несправедливость, но несправедливости Также здесь, конечно, можно еще говорить, что Если в исламе так можно было вещь прибавить Того, что не было во время посланника Аллаха, значит можно в исламе и что-то убавить Отсюда тоже оно будет вытекать автоматически Потому что, как мы сказали, мы определили, что этого не было во время посланника Аллаха Теперь здесь, я думаю, это будет справедливо сказать Ну, как бы, я думаю, это будет как со стороны всего лишь насыха А это, какой максуд, какой смысл от маулида Когда они говорят за маулида, они говорят, что маулид на самом деле это напоминание, чтобы укрепить иман Чтобы напомнить людям То тогда я просто вопрос задам Если максуд, если смысл маулида, а это укрепить иман, сделать напоминание То нету, неужели, ничто в исламе, что-нибудь заменит этот процесс Почему? Потому что в этом вопросе мы видим, есть у алиама запрещают, есть разрешают Те, которые разрешают, и то сами согласны, что это не было первое время Неужели нельзя в исламе что-то такое найти? То есть, неужели ислам не такой полноценный, что нету в исламе выхода с этого положения И взять какое-то другое мнение, или другую тарику, путь, который будет без сомнений То есть, бадаль, замены нету, что ли, этому маулиду? Или это получается, обязательно нужно делать, потому что там какая-то политика Максимально делать то, чтобы друг от друга мусульмане отходили То есть, чем больше ты новшества делаешь, тем сильнее ты становишься дальше от чистого ислама Как сам маулид, есть маулид, может быть нежелательный Сам маулид может быть еще и харамом Потом этот харам может быть среди маулида, который доходит до большого куфра И есть маулид, который может доходить до маленького куфра Маулиды сами по себе, они разные бывают До куфра доводящий, и не доводящий до куфра И поэтому, если все это присутствует там, почему же не взять? Просто из разумного выйти из этого, тем более Ахли суфия, суфисты из их правил основ, а это оставлять сомнительное Вот суфий, он должен оставить сомнительное, чтобы не попасть случайно в харамное Почему бы не оставить этот смысл, перейти на какое-то другое? Это всего лишь как насыха Как, например, по-другому скажу Или скажу так Есть вещи Например Там, где пришли конкретные контексты в шариате Конкретные контексты на запрет этого Они их не берут Паса Николая сказал Оставляйте свои бороды, не бройте бороды И не уподобляйтесь мучникам-кафирам И почти единогласное мнение в этом вопросе Что нельзя убирать бороду Они где-то там достали мазовый шафии И то мута-ахирин последний Потому что первые шафииты, они запрещали этого тоже, убирать бороду После уже пришли шафииты, разрешили бороду укорачивать Они за это мнение зацепились Обрати внимание Там, где есть ясный контекст Они его не берут А там, где нету контекста Там, где вообще не пришло за это Они возьмут За маулит ничто не пришло Они взяли, придумали А за бороду пришло, они не взяли Разве это и справедливости шариата? И самое главное Что этот же маулит То есть это же оставление бороды Или чтобы не уподобляться кафирам Картинка очень удивительно происходит Когда после этого они говорят людям Нельзя отмечать Новый год Почему? Потому что мы этим сам уподобимся кафирам Подождите Бороду убирать можно? Можно там, ну, нежелательно так Можно Как-то найдут себе это Ведь контекст ясно указывает Не уподобляйтесь кафирам Нет, вы здесь уподобились А почему нельзя на Новый год уподобиться тогда? Вашей же логикой Потом пытаются сказать там и срав Или там пьют Или там еще что-то Ну хорошо, не будет пить Не будет и срав Просто дома посидели Отметили всю ночь Ожили Оживили Поэтому мы видим здесь Происходят сильнейшие Тонах Противоречия в их правилах Там, где ясные контексты Они не берут А там, где вообще в исламе нету ничто Они взяли, придумали И делают по нему Также здесь Нужно Сказать То, что когда Агали Сунна Запрещали Маулит Они на самом деле Не просто его запретили Потому что так, скажем Интересно было Или еще что-то На самом деле Они запрещали Потому что Они смотрели Вперед Они смотрели Вперед Какие за ним будут Следовать последствия То есть От Маулида Бывает последствия тоже Не просто так И Как известно То, что в Маулидах И сегодня мы видим Что происходит Мы видим Просто наяву Перед нами это Какие последствия Произошли Что люди начали делать С этими Маулидами Из разумного Из разумного Из разумного Из тех Которые хоть немного Шариат понимает Среди них Хотя бы должен Сегодня уже Поменять формулу Этого вопроса А поставить по-другому Маулид запрещен Но разрешен При таких условиях То есть Основы должны Они его сделать запретным Кроме каких-то Обстоятельствах Или условий Тогда только разрешить Я думаю Среди них Если бы кто-то так говорил Было бы разумно С ним только разговаривать Ну неразумно Когда основе разрешают И потом пытаются Кому-то закрыть Не получается Все двери закрыть всем Все себе двери открыли Танцуют Пляшут Мужчины Женщины Что только не происходит И это шариат Отдельно Все запрещает И как из Той сути Которую я хотел Затронуть А это то что Ихмаулит Приводит К тому То что Тот человек Или те Которые разрешают Делать Маулит Они тем более Должны Разрешить Или Согласиться С теми Которые сегодня Выселяются Или по-другому скажем Они тем более Должны с ними Согласиться Не то что Как бы Согласиться Это они как бы Даже Должны сказать Это обязанность С их слов Но Обратим внимание Они Маулит сделали Практически Обязательным А с тем С чем Они борются С веселяющимися Людьми Они Сделали это Харамным А если мы посмотрим В шариате Те которые Выселяются Шариате Это является Обязанностью А тот Маулит Который они делают Шариате это Бида И мы видим Опять и здесь Точно так же Они просто Поменяли Все направления Я то что сейчас Буду говорить Это не с той стороны Чтобы на что-то указать То что я сейчас Говорить буду Это всего лишь Оценка Оценка Их Действий То что эти действия На самом деле Они хотели Пользу На самом деле Она приносит Только вред И Один из вредов В их понимании Это точно То что Они должны Автоматически Соглашаться С теми которые Выселяются А это как произойдет Доказываю или объясняю Те когда разрешили Люди Когда говорили Замавлит Они Приводят Аргументы То что Всевышний Аллах Куран не говорит Или побуждает Делать Садака Также в хадисах Пришло Побуждение За садака Также в хадисах Пришло За Зикр Упоминание И в аятах Пришло Также угощение Людей Тоже в шариате Это хорошо Также Собирание Мусульман Это тоже хорошо Также чтение Курана Это тоже хорошо И все Мы это собрали И это Видите Это хайер Все это собрали Поэтому Это значит Дозволено Так так Значит Конкретно За само действие Нету в исламе Ну в общем Как то В общих контекстах Они попытались сделать Одно конкретное действие А с чем С тем чем Они борются Конкретное Есть в исламе Конкретные хадисы И даже больше Хокум шариати И почти единогласное мнение То что это фард Обязанность Здесь человек скажет Подожди У этого действия Есть условия Я тут что так же скажу Да И в вашем Маулиде тоже есть условия Зачитывайте их Они скажут Да Чтобы мужчины Женщины не были вместе Чтобы аурат не открывали Чтобы не делали запретное Если эти условия Осуществляются Можно Хорошо А тогда условия С чем вы боретесь Какие условия Пускай любую книгу Мазовой шафии откроют Простые условия Которые на любого человека Сегодня можно практически Отпустить На любого человека Падают эти условия Практически И потом Добавку Эти все условия Всего лишь на обязательность Но не на желательность То есть Желательности Никто не спорит Что это можно Эти условия Только стоят на обязанность И даже больше скажу Как бы вы не пытались То есть как бы Аглесуфии сегодня Не пытались убегать Они все равно В этом вопросе будут падать Или сильно спотыкаться И одно из Того раздела Что они могут В этом же месте В этой же теме Которую сейчас говорю Спотыкнуться То что в их книге Тохфа Которую написал Ибн Хайджар Которая является Скажем Основной книгой Которой они Всегда возвращаются Последняя инстанция Которой После нее Ничто нету Это книга Ихня Мазова Шафии И его слова Я просто сейчас передам Они это не говорят никогда Они это не читают никогда И если читают Они исказят ее Они не переведут его Как оно есть Ибн Хайджар В своей книге говорит На шарх Минхач На вопросе Хиджра Для мусульмана обязана или нет Он говорит После слов После этих слов Они могут вернуться И прочитать Сами слова Эти слова написаны Они их знают А может не читали Узнают Он говорит Тот мусульман Который находится В Дар-Уль-Куфре Или В том государстве Который Кафиры Окупировали его То есть Той местности Которая Окупирована То этот мусульманин В этой местности Он в конце Говорит такие слова То что Если он может Он должен воевать с ними А если может То должен делать ДААВАТ То есть Эти слова Полностью Скажем так Которые они не любят И не читают Или искажают Но это против них Здесь В этих словах Это Я скажу честно Что эти слова Я не находил Ни в одном мазхабе И ни в мазхабе Шафии Чтобы такое слово Прям говорили Окупированных землях Это действительно Большие слова И эти слова Есть О провержении Тем Которые говорят То что только надо воевать И тем Которые говорят Только не надо воевать Он сказал ИНКАДАРА АЛЯ КИТААЛИХИМ ВАДУААЛИХИМ Он говорит Если они смогут Значит он связал Вопрос с мощью Если есть мощь То так Если нету То не так Но он не грамм Не связал Этот вопрос С ИМАМ ШАМИЛЕМ Или еще с кем то Сегодня любят Связывать этот вопрос С ИМАМ ШАМИЛЬ ИМАМ ШАМИЛЬ ИМАМ ШАМИЛЬ Никогда не был Для нас Далилем ИМАМ ШАМИЛЬ был Историей Примером Или Как действительно Опыт Показал многое Но и не более Но он не может быть нам Далилем Есть правила Шариатовские Есть четкие контексты И когда Ибн Хачир говорит Он четкое правило ставит Он не говорит Пока не придет ИМАМ ШАМИЛЬ Так будете А когда ИМАМ ШАМИЛЬ будет За ним следуйте Нет Он четко обозначил Вопрос силы Не силы Есть сила Делаете Нету силы Не делаете И все Вопрос так стоит И так же он не сказал Пока вам дают делать ДААВАТ Все нормально Когда не будет делать ДААВАТ Все плохо Поэтому Сегодня любят Вопрос связан с ДААВАТом Если человеку делают ДААВАТ Все надо сидеть Там вопросы задам А если не будет делать ДААВАТ Что тогда? Там тоже будет молчать Зачем лицемерить Играться? Так же я по другому скажу Хорошо Есть люди которые им не дают делать ДААВАТ То что им делать? Здесь тоже у них нет ответа Потому что в основе они поставили правила Которые не соответствуют Никаким нормам шариата И поэтому нет у них ответа на вопросы Шариат поставил пока не будет религия Таахид пока не будет Полностью закон Аллаха Ну конечно вопрос По мере возможности И это слова по мере возможности И поэтому они не могут говорить Они только одно могут говорить И поэтому это справедливое слово Я как считаю лично То что я всегда говорил Все возвращается по мере возможностей А не возвращается там имам Шамиль Или не возвращается то что Нам дают делать ДААВАТ Или не дают делать ДААВАТ Это все просто Пустые слова Которые нигде в шариате То есть никто из Аллаха Такое не говорил Или не стал как основа Который должен вернуться И здесь тоже самый вопрос Почему такие книги Дозволенные стали В наших местах А простые книги Крепости мусульман Простые книги становятся запретными То есть эта книга Если я буду перечитать Что есть написано Та которая дозволена То есть столько можно просто Удивительно его находить То что напрямую она как бы Бьет по многим направлениям Ну как минимум мы видим Во-первых утаивают Не говорят Во-вторых Почему их разрешают Они запрещают их Значит получается здесь Кто-то с чем-то связан Или какая-то политика опять Это тоже как бы всего лишь Личное видение И неприятно конечно Такую картинку видишь Отсюда что получается И Аллаху алим считает Это достаточно сказать Любой человек Который согласился с Мавлидом Он должен соглашаться с этим автоматически Потому что это действие Аллах приказал сам Непосредственно само действие Посланник Аллаху алисам Тоже приказал Сахабы всегда все 20 веков Все делали люди А сегодня что-то по-другому изменился Ислам другим стал То есть если у нас появились Компьютеры айпада У нас ислам не изменился этим самым Ислам как есть он остался Но однако Мышление людей удивительное И здесь Они могут урок взять Как минимум я считаю Чтобы пересмотреть свои вопросы Изменить свою позицию к вопросам И также быть справедливым Когда читаете контексты Не утаивайте один контекст Зачитывая другой контекст Так же Как я опять же сказал Это всего лишь Личная Оценка Анализ Тому то что происходит Хорошо это Или плохо это Я не залазю в него Мне это не интересно Но я не люблю когда люди Приписывают себя к исламу Потом ругают во весь голос за то что мы маулить не делаем И потом когда я им показываю что-то Что потом кто то говорил Ты не справедлив Изначально я этот вопрос как сам На данный момент на уроке Сейчас не разбирал со стороны доводов Я не влазил даже в вопрос доводов Ни один долиль практически так таковой не заходил я Я просто сделал анализ их действий То что они Что их фатвы на что указывают Что на самом деле первое время никто не делал И к чему их слова приводят К тому с чем они сами борются И отсюда получается Не нужно Тогда так строить Свою идеологию Не нужно так строить Свою религию Это получилось Всего лишь как анализ И потом когда человек начинает говорить Ну ладно Там есть какие то еще условия Я просто скажу Принеси эти условия Покажи хоть одно у нас сегодня Я просто расскажу Человек к мне в гости приехал И громко ругает кого-то Я говорю брат Я не знаю Что ты говоришь За что ты сейчас ругаешь Мне не интересно Просто Как ты к этому пришел Я тебя не пойму говорю Ты как какой-то Ну видно было в разговоре Неразбериха Он говорит У этих людей оппозиции нету Я говорю брат Ну покажи хоть одну строчку в книгах Где слово За оппозицией говорится Кто из ураляма Такое условие поставил К чему этот пример говорю Много они говорят Условия, условия Вот вытаскивай И показывай в книге Как ты сейчас сказал это условие Чтобы в книге это было написано Или хотя бы понималось бы С этих книг такое условие Поэтому здесь Оно Явно не справедливость с этой стороны С их стороны будет Когда они просто заявляют Разные какие-то виды условий Что-то начинают усложнять процесс Как можно справедливо сказать Все возвращается На силу Мощь Это шариат Учитывал Это из правил шариата Побудь с Аллаха По мере возможностей Не можешь Делай как можешь Ничего не можешь Альхамду лилля По мере возможности Учитывая все масалих Учитывая все мафасиль Пользу вред Тоже из правил шариата Но не нужно придумать Какие-то новые правила Какие-то новые термины Какие-то Усложнять процессы Там Как какой-то из алимов Что-то сказал Что-то не сказал Много что говорят Если мы будем там оттуда Оттуда брать То никогда ни к чему не приведем А сегодня Известное правило Или известное слово За которое звучит постоянно Если хочешь к чему-то прийти То должен разговаривать Что это означает? Типа Выходить на диалог Или еще что-то Но когда человек сидит Обманывает Или еще что-то Так никогда не получится Хочешь к чему-то прийти Разговаривай Говори Но говори то что оно есть Но не нужно своего разума брать Также из мафасидов Которые Лично я вижу Подобные виды маулида Анахайра То есть Это личное Я скажу сейчас Это личное видение такое Как пример скажу Это Это Когда Очень плохо стало Я на масле не делал Я не понял что это происходит Потому что люди в трансе были То есть это со стороны Разум человека Простой даже человек Это тяжело принимает И я перед тем как выйти на улицу Как бы думал Как бы сейчас Перед друзьями Так выражусь Отмазку найти Что бы сейчас им сказать То есть они мне сейчас Однозначно скажут Что это у тебя Что это такое Что это не серьезные дела Надо что придумать Столько думал Что бы сказать Пришлось правду говорить Хотел утаить то что у меня происходит дома Припоминай учитель мой личный Когда ругал ислам Он не ругал ислам Но он думал что это из ислама Маулид ругал Он говорит Эти мусульмане Только умеют прыгать и кричать И начал плясать в одну другую сторону Как они это и делают Почему это все происходит Чему я так говорю Что фитра Человеческий разум Когда подобное видит Она сразу не может принять Подобный процесс процедуры Как еще пример ближе покажу А если человек увидит на фотке Человек который на намазе Или просто сам собой сидит Зикр читает Или дуа делает Человек любой поймет Он отдалился И сидит Поклоняется Всевышнему Аллаху Разум любого понимает Но когда человеку покажи ролик Или видео Что они делают Человек сразу Что это такое И когда я только начал делать намаз Я сразу задал вопрос А это вот это правильно то что они делали Когда мне сказали нет неправильно Я так обрадовался Альхамдуля что мне не придется Будет такое действие делать Я скажу это всего лишь Это не аргумент Это личное видение Личное такое ощущение Которое я почувствовал на себе лично И то что учителя Учителя тоже имеют разум И в заключение Я теперь закончу А это Закончу тем Что Сегодня Те ролики Которые были видны Те которые Что-то сказал На самом деле Немало было выступлений В интернетах За эту тему И К Ибну Кафиру Попытались То что Когда Музафара Правителя Когда Ибну Кафир Написал То что Музафар Первый был из тех Который сделал Маулит И там было Из того раздела То что Ибну Кафир сказал Он сделал Маулит Там присутствовали Люди И также ученые И сказал то что Там слушали Как бы музыку Сама То есть Как бы скажем Это можно понять Как стихи Или как пение Она по-разному Есть смысл Основной языковой Есть суфийские Сама Когда говорят Или гина суфийская И также Там танцевали Ибну Кафир говорит Я тебе скажу то что Когда Ибну Кафир Вещь какую-то описывает Мы должны понимать Что этот человек Подходит с исторической стороны То есть Когда он говорит Что он первый сделал Маулит Это не означает Что это Ибну Кафир на этом Также когда Ибну Кафир говорит Что там танцевали Или пели Это не означает Что Ибну Кафир с этим согласен Потому что Историк Приводит исторический фактор Будь это хорошо Будь это плохо Он просто приводит Нет А если человек скажет Нет Это означает Что он согласен Хоть Его слова могут на это указать То тогда Когда Ибну Кафир говорил За Ибну Таймию Ибну Кафир сказал то что Ибну Таймия когда умер И он Кто читал Слова Ибну Кафир сильно похвалил Ибну Таймия Известно Ибну Кафир говорит Когда Ибну Таймия умер Люди Мужчины заходили И как бы Он уже умер И целовали как бы его И уходили То есть каждый заходил Эту процедуру делал Смотрел на него Кто поцелует его Кто уйдет И так же делали женщины Получается Ибну Кафир считает что Женщины могут Чужого Мертвого человека Идти целовать Ибну Кафир Приводит исторический фактор Что он там будет читать Что не будет читать Он может сделать опровержение Может не сделать опровержение Он всего лишь Приводит то что есть Поэтому нельзя брать слова Ибну Кафира Раз он упомянул Значит он согласен К тому же Как известно то что В его время Семи ученым Задали вопрос Тем суфьям Которые делают Эти Собираются Поют разные Эти стихи Танцуют Когда ему этот вопрос задали И среди них Ибну Кафир Ибну Кафир Ибну Кафир Ибну Кафир Среди них Я как сказал Ибну Кафир Ибну Кафир упоминает Как исторический фактор А мнение Ибну Кафира Мы должны смотреть Уже отдельно Что считал Ибну Кафир Это уже отдельный вопрос И что делали в этом Маулиде Это тоже уже вопрос Как из правильного будет Поэтому Открыли эту дверь Маулида И не могут закрыть Сколько запретного происходит Поэтому Ибну Кафир Когда сказал Там есть и хорошее И плохое Из-за этого Минимально Они должны Если разумный человек Среди них Я считаю Они должны Говорят Это запрещено Но в каких-то случаях Разрешено Вот тогда Можно будет Разговаривать с ними То есть уже Конкретно Разберятся Шарятовские вопросы Но сегодня Это стало Основой Основой Всей религии Если ты не делаешь Маулид Значит ты проблема Для общества Если ты делаешь Маулид Значит ты хороший Для общества Мирилом стало Вот это Несправедливость Это и есть Самая большая Несправедливость Не говоря уже Второго вопроса Что там происходит Это все было Когда Если мы говорим Всего лишь Когда человек читает Азгары Читает Аяты Хадисы Поэтому Мы все знаем С одним правилом То что Религия полноценная Посланник Аллаха Салям До нас Донес ее И Всевышний Аллах Обязался на себе Что он сохранит Эту религию Поэтому Мы мискины Не должны Что-то прибавлять Что-то убавлять Должны Осуществлять Делать полноценным Или полностью Правильно Понимать Сунду Которая пришла И полностью ее Исповедовать Поэтому Кто-то Маулиду призывает Никогда Ты не увидишь Чтобы они призывали К ночным молитвам Днем и ночью Чтобы стояли И после Маулида Никто из них Ночную молитву Даже не сделает Ты увидишь Когда Перед намазами Они стоят Клюют На два раката Приветствия Мечети За секунду делают На Маулиде Старательно делают Ты увидишь То что они Оживили Какую-то Мертв То что не было Придумали А то что есть Не оживляют Поэтому Агрия Суна Призывает Оживлять Сунду Самого Посланника Аллаха На чем он Пришел И это будет Более справедливое И с этим Никто Никогда Не поспорит Агрия Суна Агрия Суна Агрия Суна Агрия Суна Агрия Суна Агрия Суна Агрия Суна